Реакция пока, как я сказал, такая предварительная, но уже прозвучала реакция из Вашингтона. Официальный представитель Госдепартамента заявила, что Россия должна не политизировать газовые дела с Украиной, должна придерживаться рыночного ценообразования и назвала то, что сейчас мы изглажили нашим европейским партнёрам, газовым шантажем. Это несколько странно. Во-первых, потому что нехорошо читать чужие письма, я не им писал, а писал потребителям нашего газа в Европе. Мы же все привыкли к тому, что американские наши для всех подслушивают, но подглядывают совсем некрасиво. А если говорить серьёзно, то хочу напомнить, видимо, вынужден напомнить о том, что формула цены, по которой образуется цена на газ, посчитывается цена на газ, зафиксирована в официальном контракте между российским «Газпромом» и «Нафтогаз Украины» в 2009 году, когда те люди, которые и сегодня находятся у власти, являются членами правительства, отвечают за энергетику, и тогда были на тех же должностях и принимали участие в подписании этого контракта. С тех пор никаких изменений в формуле цены не было. Да, мы действительно по разным причинам предоставляли в разное время различные скидки. Как известно, в 2013 году в декабре предоставили и кредит в 3 миллиарда долларов, снизили ещё раз цену на наш газ при договорённости о том, что будут погашены все задолженности прошлого 2013 года и будут исправно выплачиваться текущие платежи. Ни того, ни другого сделано не было. Более того, весь драматизм ситуации заключается в том, что в первом квартале этого года действовали самые низкие цены, и даже по этим самым низким ценам украинские партнёры перестали платить. 7 апреля текущего года был очередной срок выплат по газовому контракту за март текущего года. Из 500 с лишним, 540, по-моему, миллионов долларов, не было заплачено ни одного доллара, ни одного рубля. Вообще ничего, ноль. Это абсолютно нетерпимая ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok